Совсем скоро на моем YouTube-канале Паша Залуцкий выходит мой первый сольный тендап-концерт. Подпишитесь уже сейчас. YouTube Паша Залуцкий. Подпишитесь, поставьте колокольчик. Увидимся. Все, давайте продолжать. Сейчас встречайте наше вишенкароторте Паша Залуцкий. Добрый вечер. Я всегда в начале своего выступления говорю о том, что я открытый гей. Мне приходится об этом говорить, потому что если я об этом не говорю, люди мне начинают про это рассказывать. Типа реально выкрикивают, типа, Федя, Федя. А так, я говорю, что я открытый гей, и люди сразу расслабляются. А, он знает? Просто для некоторых людей гомосексуализм — это как выйти из больницы и забыть снять бахилы. Надо же обязательно сказать человеку, что о нем люди подумают. Вообще, сейчас по внешнему виду вообще нельзя судить, кто гей, а кто натурал. Да, вот у меня есть друг натурал, вот у него длинный стильный пуховик, десятый айфон и золотистый макбук. Вот в Википедии его фотография могла бы быть напротив слова латентной. Я, у меня телефон Android, компьютер HP, я на его фоне вообще пипец какой натурал. Понимаете? Такой, знаете, гей, который только начал быть геем, такой гей на испытательном сроке. Сижу, говорю, жду, чтобы мне позвонят, скажут, 10-го числа выходите, распределяем вас в ГУМ, на третий этаж, ходите, трогайте шмотки, говорите «мрак». Смотрите, я вырос в 90-е годы, и я подумал, получается так, что мое поколение, это на самом деле первое поколение, которое не стесняется говорить со своей ориентацией, открыто, да? Я подумал, мы же когда-то состаримся, и получится, что мы будем первые старые геи в стране. И вот что мы будем делать, как себя вести? Просто гомосексуализм в России получается молодежное движение, как молодая гвардия, только с более интересными выездами. А я на самом деле жду старость, потому что в старости я смогу осуществить свои мечты. Вот я мечтаю усыновить ребенка. Если я сейчас усыновлю, то сразу вопрос, почему у ребенка два папы? А когда у ребенка два дедушки, никаких вопросов нет. Просто, я не знаю, я жду старость, потому что, мне кажется, с возрастом вопрос ориентации, он же вообще отпадает. Потому что, когда у тебя не стоит, какая разница на кого? Недавно в России провели соцопрос, и оказывается, что 70% россиян не хотят жить рядом с геями. Я вот не понимаю вот этих предрассудков гомофобов, они не хотят жить рядом с геями. У геев нет такого ритуала — дракать соседей. Как бы не будет такого, что я пришел к тебе за солью, и вот пока ты шел на кухню, я долбанул тебя по башке, затащил в свое логово. И чего вы боитесь? Что у вас будет праздник, и вы придете ко мне за табуретками, а мы их перевернули и сидим? Не знаю. Я бы хотел жить рядом с геями. Но не потому что я гея, а потому что геи аккуратные, хозяйственные. Вот у вас было такое, что вы выходите на лесочную клетку, а стоит горшок с цветком, пахнет выпечкой. Вот это точно не какая-то бабка. Ребята, у вас в подъезде живут геи. Знаете, я бы даже хотел, может быть, просто у геев получается вокруг себя создавать уют. И я бы даже, может быть, хотел, чтобы мэром какого-нибудь города был гей. Представьте его предвыборная программа. Ребята, это будет не Воронеж, это будет Акапулька. Есть же реальный пример. Есть же в Нью-Йорке гей-район Челси. Это не резервация, это их решение. Он не огорожен. Их там вечером не пересчитывать. Во все или вернулись, да? Я подумал, может, нам тоже сделать гей-район? Но не город сразу, а район. Взять какой-нибудь район в Москве. Можно неблагополучный. Заселяем туда геев. Ребята, зачем выделять деньги из бюджета на благоустройство, когда можно геев выделить? Может быть, вам не нравятся геи, потому что вы просто не умеете правильно их использовать? Хотя, вы знаете, мне кажется, что нам даже не надо будет заселяться, потому что в стране такой уровень гомофобии, что можно просто пустить слух, что там геи. Люди сами предпримут меры. Типа, поставим фонари, чтобы ни один гей не прошмогрел в темноте. Урны. Может, какой-нибудь гей выкинет себя. А вы, кстати, не думали, что, может, так транссибирскую магистраль построили? Типа, кто-то сказал, ребята, во Владивостоке геи. Люди такие, да вы что? А давайте их найдем и за данным поездом. Все, через всю страну проложили железную дорогу, да? А у меня на швачки. Недавно пошел к окулисту. И сижу на приеме, и тут звонит друг натурала, спрашивает, ты где? Я говорю, я на очковой коррекции. Он говорит, ты игрался? Я тебе говорил, что это ничем хорошим не гонится. Представляете? У меня есть друзья натуралы, у меня есть знакомые натуралы, коллеги натуралы, они со мной дружат, ну, насколько они могут. Вот мы недавно с коллегами ездили в другой город, их было пять человек, и вот я забронировал номер, а они не забронили. Знаете, такие безответственные натуралы. И вот всю неделю, всю неделю они жили в моем номере. Им было некомфортно немного, а мне было комфортно. Ну, потому что, когда ты гей в мужской компании, ты ж можешь выбрать любое место для сна. Знаете, когда шесть человек и одна кровать. Вот если я лягу на эту кровать, со мной уже не ляжет никто. Но я добрый, я хочу, чтобы было хорошо, поэтому я ложусь на пол, они бы в итоге в пиццерон спали на одной кровати. И при этом один из них кричал, Васёк, быстрее к нам, пол это гей-лама. Большое нам спасибо за внимание. Привет, я Паша Залуцкий, и сегодня я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать выход моего первого сольного стендап-концерта. Да-да, на моем ютуб-канале выходит мой стендап-концерт, и мне очень нужна ваша поддержка, в том числе в форме донатов. Всю информацию о том, как поддержать сольник, вы найдете в описании или по ссылке. И подпишитесь уже сейчас на мой ютуб-канал Паша Залуцкий. Если вы можете, посмотрите старые видео. Это очень поможет мне, потому что для того, чтобы ютуб включил монетизацию и продвижение будущего сольника, нужно, чтобы я уже сейчас набрал определенное количество часов просмотров. И сделайте даже вот что. Я на канале создал плейлист, который называется «Пусть играет». Включите его, и пусть играет. Можете даже включить беззвучный, пусть просто проиграет до конца, если вы можете это сделать, вы просто будете вот здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...